Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня 23 мая, четверг. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка Forex по основным торговым инструментам. Итак, сегодня четверг. Сегодня важные новости по первичным заявкам на получение по безработице в США, который выйдет в ближайшее время. Это будет основным событием, но через некоторое время выйдет еще и индекс деловой активности в производственном секторе США, так называемой PPI. И это может знатно пошатать рынок, особенно если эти новости будут коррелировать друг с другом. Это может создать новые тренды, в которых вы можете поучаствовать. Давайте посмотрим, как это может реализовываться на графиках. Поехали. Так, начнем с котировочек золота, которые подошли к этим новостям, к тому списку новостей на падении. И зачастую такое бывает так называемое паттерн натяжка перед новостью, когда перед новостями цены идут в одну сторону, а после новостей в другую. Это называется обычный развод маркетмейкеров, которые используют ожидания трейдеров, загоняя их в определенные ловушки перед выходом новостей. И вы должны, конечно же, это знать. Но с точки зрения охоты за стопами и импульсного метода торговли, по золоту сигналов ни на покупку, ни на продажу нет. Поэтому мы этот инструмент пока оставим. Пара евро-доллар. Сегодня, кстати, давал очень любопытные сетапы. И мы в закрытом чате пытались зацепиться в ланги после хорошего импульса от лаев. Целью на тот момент были вот эти два экстрема, но ценники откатили недостаточно глубоко, чтобы мы находились в рентабельности. 200 против 133. Это не то, чтобы нам хотелось. То есть план был такой, что откатим поглубже, возьмем ланги и хотя бы один к одному зацепим. Но, к сожалению, таких хороших цен для покупки надали, и мы эту идею обошли. Напоминаю, что вчера отработала торговая идея по лангам от лангового слома. И, в принципе, пока по этому инструменту все. Фунт-доллар очень интересно себя ведет на своих месячных экстремумах. Но напоминаю, что инструмент оставляет довольно любопытные площадки по лаям. И это не очень хорошо для тех, кто набирает этот инструмент в ланги. Может выйти так называемый паттерн-шок лангистов, когда идет мощная шратовая свеча, выбивает всех покупателей. И потом рынок идет потихонечку в ту же сторону, в которую шел предыдущие несколько дней. Напоминаю, что инструмент оставил массу долгов не только на этом уровне, но и на предыдущих значениях в районе 1.26-1.27. И здесь нужно быть аккуратным. Собственно, на таких хаях лучше подождать, когда инструмент зайдет в существенной консолидации. Австралийский доллар у нас сейчас тоже корректируется. Напоминаю, что большой план на рост этого инструмента на котировку 0.69 продолжает существовать. И для тех, кто не купил этот инструмент, ищите возможности для покупки, потому что потенциал роста продолжает быть высоким в районе 3000 пунктов. Новозеландец, вернее австралиец, доллар канадскому доллару у нас переживает сейчас ланговую коррекцию. Я вижу ее пока именно так. Одной из целей фиксации ланговых позиций будет основание вот этого импульса, шортовых позиций этого импульса. И напоминаю, что вот эта вся натяжка рано либо поздно это все окажется под давлением продавцов. Доллар иена переписала таки все-таки вершину прошлой недели. Но напоминаю, что место хорошее. Все-таки большие шортовые волны могут еще пройти, в том числе и от шортового слома. Благо падать этому инструменту есть куда. Если выйдут в том числе и сегодняшние новости чередой негативных значений, почему бы нет и не провалиться этому инструменту дальше. Что касается нефти. Нефть после падения все-таки не перебила минимум середины мая. Вот оставила двойное дно и для тех, кто любит поторговать подобные инструменты пробойными артерами, вы сюда можете подставить аккуратненько пробойный ордер, так называемый селл стопы. Вот и попробовать взять именно пробой. Ну и дальше либо фиксироваться на пробой, либо передвигать без убыток. Биткоин подрастает дальше. Я думаю, что исторические хая уже не за горами. Но именно точки захода пока нет с адекватными рисками. Поэтому мы этот инструмент пропускаем. Так, что касается фондовых индексов. Все переписало опять исторические значения. Все индексы открылись на супер хаях. Вот, я надеюсь, жду комментарий по пробойному методу торговли на фондовых индексах. Возможно, даже запишем мастер-класс на эту тему. Так, только стокс еще не переписал свои исторические значения. Я думаю, это один из самых недокупленных инструментов. Так, что касается газа. Ну, газ мы будем, наверное, уже убирать. 2,8 не дают нам хороших цен купить. Вот, поэтому переходим к нашим кроссовым инструментам. Начиная с доллар-франка, который кроссом не является. Мы будем рассматривать торговые идеи исключительно в рамках сеток. И доллар-франк, если будет дальше расти, у нас есть хороший план на набор сетки продаж. Выше вершины прошлого месяца и одного из экстремумов 23-го года. Здесь шаг в сетке должен быть не менее 500 пунктов. Но, с другой стороны, вы можете сработать здесь и на пробой этой зоны. Взять и пробой лонгами, и потом сетку шартов. Канадец-франк. Та же самая история. Ждем переписывания исторических экстремумов. Также можно поставить два пробойных ордера на вот эти две недели и на вот эти. И забрать свои здесь соотношения в рамках мастер-класса, который я рассказывал по пробойному методу торговли. Канадец-иена один из самых потенциальных инструментов на снижение котировок. Напоминаю, инструмент стоит очень дорого. У него прошла кульминация мощной шарты. И напоминаю, что от текущих цен до нижней площадки проход может составить 10 тысяч пунктов, в котором вы можете поучаствовать. Следующий инструмент у нас франк-иена. Здесь то же самое, но в рамках наклонной трендовой линии, которая тоже будет, я думаю, в ближайшее время перебида. Австралийц-канадец меня интересует повыше для набора сетки продаж. Здесь шаг должен не менее 500 пунктов по пятому знаку. Новозеландец-франк пока не трогаем и набор сетки в этой зоне я не анонсировал. Поэтому мы этот инструмент пока не рассматриваем. Австралийц-новозеландец нас интересует выше экстремумов тоже весны 2023 года. Фактически годовых экстремумов, но до этих зон пока инструмент не дошел. Ждем. И Еврокат поздравляю тех, кто зацепился за него по моим торговым идеям. Напоминаю, что потенциал хода по этому инструменту составляет еще около 3000 пунктов. Ждите. Этот уровень очень важный для многих продавцов. Будет тоже рано либо поздно пробит, как и все ловушки, которые они расставляют. Еврофранк пока не трогаем этот инструмент. Ждем его повыше для набора сетки лимитных продаж. И Евроауди ждем на границах диапазона, показанные у меня на графике. Давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube канале по вчерашнему видео. Так, 4 комментарии. Метод классный. Большое спасибо за то, что делитесь на бесценные информации. Лично использую метод охоты за стопами и менять не планирую. Около года торгуем. Замечательно, замечательно. Какое ваше мнение по пробойному методу торговли, который мы сейчас стали использовать? Добрый день, слежу за вами. Как попасть в закрытый чат? В закрытый чат вы можете попасть при открытии торгового счета в компании Instaforex по моей партнерской ссылке и пополнении его от 500 долларов. Вопрос вы можете уточняющее задать в телеграме, либо на почте, которая находится в описании под этим видео. Так, как же со стопами, куда же без них, говорит Роман, один из авторов торговой стратегии Цирюльник, мастер-класс, по которой мы писали месяц назад. На этом на сегодня у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии и до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Forex. Всем пока.